Здравствуйте! На канале ФКТ время новостей. В студии Инга Габешия. И в начале коротко о некоторых темах выпуска. Тема номер один – правовой статус агрегаторов. В Сочи прошла Всероссийская практическая конференция «Такси-2018». Футбольная пицца и кинотеатр внутри мяча. В Сочи завершился всероссийский тур Кубка FIFA. Сочинским выпускникам помогли сделать свой выбор. Городская ярмарка учебных и рабочих мест прошла в зимнем театре. В Сочи выбрали супермаму. Конкурс среди беременных приурочили к Международному дню матери. Двенадцать шведских идей могут реализовать на Кубани. Иностранные инвесторы сегодня озвучили свои предложения главе региона. Вениамин Кондратьев встретился с полномоченным послом Королевства в России и руководителями крупных компаний. Бизнесмены из Швеции высказали готовность сотрудничать с Краснодарским краем сразу в нескольких отраслях экономики. В свою очередь губернатор отметил, что для нашего региона особенно интересны идеи создания комфортной среды в городах, энергосбережения, развития промышленности. Кроме того, для края важен опыт шведских коллег в вопросах утилизации твердых бытовых отходов. У вас мировой опыт по утилизации мусора. А для Краснодарского края это проблема номер один. Около 16 миллионов отдыхающих за год приезжают сюда. И каждый оставляет после себя отходы жизнедеятельности, как мы говорим. И они огромные. И, конечно, сегодня можно наш красивейший край превращать в свалки, в мусорки, но от этого явно не выиграет наше последующее поколение. Поэтому здесь вопросы, связанные с управлением отходами, для меня это одна из важнейших тем сегодня в задачах региона. В Швеции 99% мусора населения используется или вторичным сырьем, или для энергетики. И только 1% попадает на свалку. У нас есть сегодня фирмы, которые занимаются. И они, конечно, создают свою маленькую часть этого успеха. Но, конечно, это большая целая система сотрудничества между государствами, муниципалитетами и фирмами. Добавлю также, что в Швеции давний стратегический партнер Кубани. Только за 9 месяцев этого года товарооборот составил около 5,5 миллионов долларов. Как городская система такси готовится к проведению Чемпионата мира по футболу, обсудили в Сочи. Этот и целый ряд других вопросов стали главными на первой всероссийской практической конференции «Такси-2018». В одном зале представители органов власти из более чем 40 субъектов страны, крупнейшие агрегаторы, участники рынка перевозок, ну и сами водители такси, которые, кстати, представляют самое многочисленное профессиональное сообщество в стране. Порядка 200 человек стали участниками всероссийской практической конференции «Такси-2018». Большой форум в таком составе проводят впервые. Главным поводом организовать такую профессиональную площадку стало поручение президента страны правительству подготовить предложение по регулированию деятельности «Такси». За два дня участникам форума предстоит найти ответы на целый ряд вопросов. Один из важнейших – правовой статус агрегаторов, то есть компаний, оказывающих в том числе через интернет информационные услуги по вызову «Такси». На конференции отметили – суды просто завалены обращениями от перевозчиков и клиентов на такие фирмы. С тем, как появилась цифровая экономика в сфере такси, я имею в виду агрегаторы, диспетчерские службы, и выросло количество нелегалов. Огромное количество действующих такси, легальных таксистов, таксопарков, индивидуальных предпринимателей были вынуждены в условиях жесткой конкуренции, в условиях демпинга цен со стороны агрегаторов свернуть фактически свою деятельность. Более 60% действующих таксистов были вынуждены прекратить свою деятельность. Еще одним поводом для форума стал предстоящий чемпионат мира по футболу. Он пройдет в 11 городах и в каждом регионе разные способы регулирования рынка перевозок. Такси, безусловно, станет одним из популярных среди гостей мундиаля способом передвижения. И, как показывает практика, наибольшие имиджевые потери, принимающие крупные мероприятия города и страны, даже при высочайшем уровне организации транспортных перевозок в целом, несут именно из-за некачественной работы такси. Рынок очень разосторонний. Есть и агрегаторы, и сервисы, и водители такси, и перевозчики. И задача все-таки выработать некую концепцию по развитию. Потому что тот пик противостояния, который был между перевозчиками и новыми технологиями, он завершается. И мы хотим именно найти компромисс. А вторая задача, наиболее важная, это дать готовый алгоритм работы в такси регионам. Что касается Сочи, у города с Олимпиады накоплен достаточный опыт в организации работы городской системы такси. Она практически отлажена, отметил руководитель профильного департамента курорта. И Сочи готов делиться этим опытом. Во-первых, у нас уже есть опыт проведения Кубка Конфедерации, который у нас был в этом году. И у нас был ограничен въезд неаккредитованным такси в периметр Олимпийского парка. Это нам позволило обеспечить новые автомобили сроком, возрастом не более трех лет, классом не ниже, чем Евро-4. Также у нас все такси, которые были аккредитованы на Кубок Конфедерации, они у нас прошли, водители прошли проверку через МВД. Поэтому здесь и условия безопасности тоже, конечно, были соблюдены. По итогам конференции будет сформирован согласованный проект дорожной карты. Это своего рода техническое задание для правительства страны и федеральных органов власти. Транспортный вопрос традиционно особо актуален, в том числе и в плане безопасности. В Сочи пьяный водитель влетел в многоэтажку. Как сообщает Комсомольская правда, водитель иномарки вылетел с дороги на улице Альпийской и врезался в многоэтажный дом, заостряв в кустах. Мужчина, находившийся за рулем, по сообщениям очевидцев, был очень пьян, но не получил травм в аварии. Не уступил дорогу и сам задержался надолго. Накануне в Адлере столкнулись УАЗ и Фольксваген. ДТП произошло в 16.30. По предварительным данным, 66-летний сочинец, управляя автомобилем УАЗ, при выезде с авторостепенной дороги не уступил дорогу Фольксвагену. Тот двигался по главной. В итоге произошло столкновение. В результате ДТП пострадала пассажирка Фольксвагена. К другим новостям. Тур Кубка ФИФА в Сочи завершился фейерверком. В минувшие выходные главный футбольный трофей был выставлен в центре курорта. На площади флага еще накануне размещались огромные футбольные мячи. Внутри черно-белых сфер кинотеатр 3D с обзором в 360 градусов. Снаружи тоже футбол, но уже со вкусом салями. Повара тут же пекли вкуснейшую пиццу и резали на фирменные футбольные шестиугольники. Рядом, собственно, сам Кубок Чемпионата мира по футболу. С ним можно было сфотографироваться и даже снять небольшое видео. А после получить фото или ролик совершенно бесплатно. Возможностью запечатлеть себя рядом с заветным трофеем воспользовался и глава Сочи. После все вместе прослушали историю Кубка. Это самый длинный тур за всю историю FIFA, который пройдет по стране-организатору. 25 городов, 27 тысяч километров. Сочи стал 16-м городом и последней остановкой национального этапа тура Кубка Чемпионата мира по футболу в этом году. Встречать его в Сочи пришли и ярые болельщики, и просто любители футбола. Болельщик футбола, поэтому мы не можем пустить этот бандит. Мы очень рады. Это вообще такое событие знаменательное. Я второго раза. Правильно я говорю, Галзарь? Да. В Сочи футбол популярен. Только в муниципальных секциях им занимается полторы тысячи детей. Можно было бы и больше взять, но негде было тренироваться. С приходом Чемпионата мира, с приходом футбола в городе Сочи у нас появляется такая возможность. У нас дополнительно появляется огромный стадион. У нас дополнительно появляются три тренировочных поля. Это которые нам останутся в наследии. Также в связи с развитием этого вида спорта мы будем строить два поля уже в 2018 году на базе многофункциональных спортивных площадок. Еще одно поле в Красной Поляне будет реконструировано. Таким образом, за год-два количество детей, занимающихся футболом, вырастет до пяти тысяч. Что же касается Кубка, то с января по апрелю он отправится в международное путешествие и вернется в Россию лишь в мае. Тогда он продолжит свое турне по Владивостоку, Новосибирску, Екатеринбургу, Самаре, Казани, Нижнему Новгороду, Ростову-на-Дону, Санкт-Петербургу и Москве. Галина Моисеева, телекомпания «ФКТ». Лыжники и сноубордисты опробовали трассы в горах Сочи. Не дожидаясь официального старта зимнего сезона, намеченного на 15 декабря, горные курорты провели тестовые катания. Для первых спусков на Розе-Хутор были доступны синие трассы Тритон и Бумеранг, и Красный Каскад и Вираж. Новая 28-я канатная дорога позволила увеличить протяженность зоны катания на 8 километров. Любителям горных лыж и сноуборда будут доступны 102 километра трасс. Также в два раза увеличится зона вечернего катания. Помимо зеленых, самых легких трасс, гостям будут доступны синяя и красная. В минувшие выходные также состоялись тестовые катания на курорте Горки-город. Для туристов стали доступны все основные канатные дороги курорта. Часть трасс уже доступна для катания. Тестовые катания курорты провели для того, чтобы опробовать трассы, а инструкторские школы и спасатели проверили всю горнолыжную инфраструктуру на безопасность. Стоимость скипасов на зимний сезон не возросла, ее удалось сохранить на прежнем уровне. Сочинские журналисты и специалисты по связям с общественностью стали участниками Олимпийской образовательной программы, реализуемой Олимпийским комитетом России. За обучение на курсах повышения квалификации, внешние коммуникации и пиар в системе спортивного менеджмента им вручили удостоверения и сертификаты. Отдельный курс для пиарщиков и журналистов создавали совместно Олимпийский комитет, Олимпийский университет и спортивные комментаторы, в их числе Константин Выборнов. Эксперты подчеркивают, пиар-специалисты, сотрудники пресс-служб должны учитывать специфические особенности спортивной индустрии. Поэтому мастер-классы и лекции для участников образовательной программы проводили непосредственно практики. Участие в церемонии вручения сертификатов и удостоверения о повышении квалификации принял и известный российский комментатор Виктор Гусев. Он прочитал лекцию для собравшихся и отметил, что роль спортивного комментатора также важна в системе спортивного менеджмента. Здесь университет тем более олимпийский. Как-то вот это сразу изначально греет душу. Очень приятно быть в стенах университетских. Ну и вопросы задавали люди, и подготовились к этой беседе, и вопросы были нестандартные. И от наших зарубежных студентов тоже они такие, очень-очень такие подготовленные ребята. Поэтому я чувствую, что здесь все делается на высоком уровне, начиная вот от антуража и самих людей, которые принимают участие. С удовольствием еще приеду. Не обошли тем футбола и предстоящего мундиаля. Также Гусев отметил, что в Сочи витает спортивный дух и олимпийская столица. На слуху на всех спортплощадках международного уровня. Здорово организовано. И здорово организовано вопреки ожиданиям. Вы знаете, ну есть скептическое отношение к нам. Потому что мы такие долго запрягаем, такие-то безалаберные, там русские. А здесь все же было сделано идеально. Поэтому говорят о Сочи, еще долго будут говорить, никогда не забудут. Что же касается краткосрочного курса повышения квалификации, внешней коммуникации и пиар в системе спортивного менеджмента, то он продолжится. Потребность в обучении оказалась высокой. Сочинские выпускники сделали свой выбор. В минувшие выходные на курорте состоялась 22-я выставка-ярмарка учебных и рабочих мест. Учреждения высшего и среднего специального образования продемонстрировали свой ресурс и возможности для творческого развития будущих специалистов. Традиционной площадкой для проведения профориентационной выставки стал Зимний театр. В нем собрались порядка 8 тысяч человек, учащиеся с 8 по 11 классы, их родители и педагоги. Свои ресурсы и возможности презентовали колледжи, вузы и другие учреждения профильного образования в числе содержательных направлений, выставки-ярмарки, мастер-классы и презентации внеучебной деятельности учреждений. Слоган выставки «Держи формат шире». Учреждения профоразования представляют свой ресурс не только в плане выбора специальностей, это очень важно, специальностей нужных и важных для города и для нашей страны, но и в плане дополнительного образования, какие компетенции наш выпускник, будущий абитуриент может получить в вузе или в колледже или техникум. Формы направлений в обучении множество. На выбор будущим студентам такие специальности, как строитель, дизайнер, электрик, филолог, медик, повар и многие другие востребованные и интересные профессии. Кафедра психологии и дефектологии Сочинского госуниверситета, например, уже 4 года готовит профильных специалистов. Есть возможность бюджетного обучения. Мы готовим специалистов, умеющих ставить детям речь, умеющих работать с детьми с особыми образовательными потребностями. Мы очень благодарны городу, что администрация города постоянно поддерживает интерес, постоянно к нам обращается. У нас очень хорошие условия приема. И, в принципе, мы считаем, что это очень перспективное направление вообще в образовании. В Сочи профильное обучение организовано в 34 общеобразовательных учреждениях. В них обучается более 2000 учеников по 16 профилям. Свои презентации агитбригады факультетов разных направлений представили не только на стендах, но и на сцене Зимнего театра, показав, что у студентов этих учреждений есть все возможности и для творческой самореализации. Татьяна Говоркова, Владимир Киселев, телекомпания ФКТ. В Сочи стартовала Международная неделя русского языка. Мероприятие уже во второй раз собрало порядка 300 студентов, аспирантов и преподавателей из разных регионов России и зарубежных стран. Расскажет Татьяна Говоркова. Недели русского языка в Сочинском государственном университете проводятся много лет. Два года назад мероприятие получило статус всероссийского, а в прошлом году – международного. На научно-практические конференции приезжают не только российские, но и зарубежные студенты и аспиранты. Восемь лет назад китаянка Бэй Чжу Чон отдала предпочтение изучению русского языка. Причина очевидна – в Китае очень любят нашего президента. Мне очень нравится ваш будин, поэтому выбрала именно русский язык. В самом начале было трудно, но такая очень сложная грамматика, но потом стало уже легче. Я училась в Китае, в университете, в Макстрадуре. У меня мало возможностей общаться с русскими. Потом, в прошлом году, я поступила в Санкт-Петербургский университет. И заметила, что грамматика – это грамматика, но общение – это уже другое дело. Будучая аспиранткой Филфака, Лилия, такое второе имя у Бэй Чжу, все еще работает над совершенствованием знаний русского языка. После обучения она отправится на родину и будет преподавать русский китайским студентам. А сегодня Лилия говорила о проблемах эффективности коммуникации на третьей молодежной конференции «Русская речемысленная культура». Ценители русского языка среди представителей зарубежья около сотни. И все они приезжают на неделю русского языка в Сочи и участвуют в конкурсах и крупных научных мероприятиях. Они заявляются и в конкурс декламаторов, и в конкурс полемистов, и на Олимпиаду, и в конкурс декламаторов, и авторской поэзии. И поэтому один и тот же человек повторяется в нескольких номерах. Но в целом программа 350 позиций. Люди хотят других посмотреть, себя показать, представить свои вузы достойные. Русский язык сейчас у всех на устах. Каждый из нас, если не мы, то кто же, должны ратовать за его очищение и начать прежде всего с себя. По итогам недели русского языка будет выдано 150 дипломов и грамота. Все доклады участников опубликуют в новом номере научного журнала «Лингвориторическая парадигма». Татьяна Говоркова, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ. Казаки Центрального района города подвели итоги работы в уходящем году. Как известно, ни одно крупное мероприятие в Сочи не проходит без их участия. Более того, казаки активно помогали сотрудникам правоохранительных органов в пик курортного сезона. Сразу два казачьих общества собрались для подведения итогов года. Это Станичное казачье общество Центрального района и Хуторское казачье общество Отечества. Необходимо было оценить итоги своей работы в летний период и наметить планы на будущее. Вклад казаков в охрану правопорядка, не только в нашем городе, но и на территории государского края, конечно, сложно переоценить. Казаки совместно с сотрудниками полиции, мало того, что выходят на охрану правопорядка, они участвуют и в охране общественной безопасности при проведении всех культурно-массовых мероприятий на территории города Сочи, и спортивных в том числе. Уже сейчас казаки продумывают, как будут помогать городу в период проведения чемпионата мира по футболу. А он начнется 15 июня и продлится целый месяц. Ожидается большое количество гостей, курорта. И тут, конечно, без активности со стороны казачьих дружин не обойтись. Кроме того, казаки выбрали в своих обществах новых атаманов. По уставу выборы проводятся один раз в пять лет. В Сочи выбрали супермаму. Конкурс среди беременных под названием «Я супермама» прошел в Доме культуры Центрального района. Праздник начался еще в фойе Дома культуры. По традиции в нем принимают участие все, кто занимается в Центре материнства «Растем вместе». Была организована дегустация необычных блюд из серии «Здоровое питание» для будущих мам и их малышей. А дети могли увлекательно провести время, пока их мамы готовились выйти на подиум. Другие же малыши уже блистали на сцене. Поддержать участниц конкурса пришли и те, кто стали мамой несколько месяцев назад. Затем на сцене появились конкурсантки. Их было пять самых смелых и уверенных в себе. Кстати, некоторые из них станут мамами не в первый раз. Конкурс проходит уже девятый год подряд. Конкурс посвящен Дню матери. Он проводится ежегодно. Мы показываем, что беременность не болезнь, а лишь временное прекрасное состояние, в котором женщина чувствует себя уверенно и комфортно. Необходимо было показать свою раскрепощенность и жизнелюбие, красиво представить свою семью, ответить на вопросы, показать вокальные и хореографические данные, а еще умело приготовить праздничное блюдо. Вперед жюри стояла сложная задача. Тем не менее, единогласно корона конкурса «Я супермама» была присуждена Ярославе Тарахти. Она ждет третьего ребенка. На самом деле, мне очень грустно, что это подошло к концу, потому что это было невероятное просто время. Наши репетиции в центре растем вместе. И Анна Сергеевна Батрак дала нам такую потрясающую возможность проявить себя. Только через год Ярослава сможет передать корону следующей победительнице конкурса «Я супермама». В этот день никто не остался без подарков. Были довольные участницы конкурса и все, кто принял участие в большом празднике будущих мам. Елена Всецина, телекомпания «ФКТ». Все новости уже на нашем сайте fkt.com в студии. Была Инга Габешия. Спасибо за внимание. До встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok